В Сингане готовятся к историческому голосованию члены Законодательного Совета Мегаполиса определяться с реформой избирательной системы. Она позволит 5 миллионам избирателей напрямую выбирать главу администрации. Для этого 2 трети из 70 депутатов должны проголосовать за. Об обстановке в Сингане накануне суньпадонсного решения в следующем репортаже. Накануне исторического голосования по электоральной реформе в центре Сингана снова многолюдно. Сторонники и противники законопроекта пытаются повлиять на мнение законодателей. Все опросы общественного мнения показывают, что поддержка витирования электоральной реформы никогда не превышала 40%. Гораздо больше тех, кто за реформу. Абсолютно очевидно, что Синган за демократию, за общее избирательное право. Сейчас руководители Сингана выбирают специальный комитет из 1200 представителей финансовой, промышленной, научной и общественной элиты. На первом этапе они номинируют кандидатов. Чтобы получить право участвовать в выборах, каждый из них должен набрать не меньше 150 голосов. На втором этапе тот же комитет выбирает главу Сингана по оставшимся в списке именам. Реформа должна изменить процесс. Комитет будет по-прежнему номинировать и утверждать кандидатов. Вот только конечный выбор оставят за жителями. Глава Синганской администрации Лян Джаннин уверен, что реформа оправдана. План реформы детально проработан и отвечает запросам общества. Он имеет все шансы получить поддержку двух третий депутатов. Этот план полностью соответствует основному закону и решениям постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Мы учитываем основополагающие интересы и долгосрочное развитие Сингана и следуем по желанию большинства жителей административного района. Проект электоральной реформы в Сингане обсуждают уже несколько лет. Новый порядок выборов главы администрации в 2017 году только один из ее этапов. Со временем должна измениться и система выборов в местный совет. Сейчас он наполовину избирается непрямым голосованием. Закон позволит людям воспользоваться всеобщим избирательным правом в 2017 году. Он демократичнее нынешней электоральной системы. Политическая реформа должна полностью соответствовать основному закону и рамкам, установленным постоянным комитетом ВСНП в августе прошлого года. Из 70 депутатов 41 заявил о поддержке законопроекта, 27 собираются его завитировать. Для принятия нужны две трети голосов. Синганская администрация надеется, что оппозиционно настроенные члены совета изменят свое мнение. Большинство синганцев хотели бы реализовать свое право голоса в 2017 году. Поэтому я надеюсь, что все депутаты, особенно продемократические, подчеркивающие свою ответственность перед общественным мнением, смогут отразить это мнение в своей деятельности. В столице тем временем полагают, что голосование по избирательной реформе в Сингане предопределит дальнейший курс развития района и подчеркивает, что любые попытки сорвать заседание законодательного совета идут вразрез с интересами миллионов синганцев. Во-первых, я хотел бы подчеркнуть, что все, что происходит в Сингане, относится к внутренним делам Китая. Голосование по реформе избирательной системы – крайне важное событие для особого административного района. Надеемся, что все пройдет успешно, поскольку реформа будет полезной для долгосрочного развития. У нас есть сведения о попытках помешать проведению голосования, но стоит отметить, что такое вмешательство не отвечает основным интересам жителей Сингана. Синганская полиция работает в привычном режиме. Предотвращает столкновения между сторонниками и противниками реформы и охраняя подступы к административным зданиям. Голосование в законодательном совете Сингана может состояться уже в четверг или в пятницу. В случае принятия законопроекта 5 миллионов избирателей мегаполиса впервые получат право голоса на выборах главы Синганской администрации. Татьяна Климова, Алексей Кам, СИСИТВ.